То, что сейчас происходит, да, в плане Олимпиады, наверное, это прям абсурд. То есть нас просто убирают с Олимпиады. Нас ждет сюрприз через 4 года. Ребята, не расслабляйте булки. Пояс у тебя, ты его оберегаешь. Да нет, не с кем драться за год. Как я знаю, никого не подписали интересных, так скажем, личностей в хардкот. Мы куда-то начали упираться внутри страны. Привозите американцев уже кучу. Хочем международного опыта, объективного тупо не хватает. Я понимал, что с любительского бокса они, ну, ничего не вытаскивают. Нужны бабки. Кто был много лет в единоборствах, он, как правило, очищается кровью и потом. Пацаны с кулачки пришли помахаться просто в перчатках. Короче, это был подкаст. Тимур Слащинин. Мейн-эвент подкаст Тимур. Рад тебя видеть. Приветствую. Мощную твою руку пожму. Взаимно, Голя. Добро пожаловать в студию. Как дела? Как жизнь? Как лето проходит? Отлично выглядишь, как Самара. Спасибо. Да, все хорошо. Сейчас прохожу подготовку в Москве, тренируемся. Пашем. Даже не знаю, что еще сказать. Все четко. Настроение бомбовое. Это был Тимур Слащинин. Да, мой господин. От души, брат. Но я тоже подготовил хороший сразу вопрос. Такой под ребро. Как дела? Тимур, ты занимался боксом. Представляешь Самарскую школу бокса. Я не люблю любительского говорить. Это же такой же профессиональный спорт. Олимпийского бокса. Олимпийского, да. С ребятами. Саша Хорошенко приходил. Обсуждали с ними Олимпиаду. Не могли не обсудить. Прямо сейчас идет. Ребята, россияне, которые за разные страны, легионеры, слава богу, начали сейчас выигрывать. То есть наши люди за другие страны как-то еще выигрывают. Ты много лет в теме, в боксах и олимпийского бокса, и профессионального бокса. Поделись вообще, что ты думаешь вообще об отсутствии нашей команды, о том, что происходит в олимпийском движении. Я уверен, тебе есть что сказать. Как ты вообще? Да, смотри. Я считаю, что то, что сейчас происходит, да, в плане Олимпиады, наверное, это прям абсурд. То есть нас просто убирают с Олимпиады. Говорят, что мы не будем драться. Нашей команды не будет. Но я считаю, что они просто боятся конкуренции. И политика, как все знают, да, она зашла уже в спорт, хотя все говорят, что это вне политики спорт, но нет. И я считаю, что, конечно, это ненормально. Это какой-то гон просто с их стороны. Они боятся просто нашей конкуренции на самом деле. Вот. А также то, что сейчас произошло на этой Олимпиаде, эти трансгендеры, вот недавно, да, случаи, которые все так... Алжир, Италия. Да, да, подняли этот случай. Это просто нечто, когда, да, просто парень, мужик идет драться с девчонками, и это всячески поощряется. Это трагедия в ринге, я думаю. Да. Настоящая. То есть, ну, я это вообще не понимаю. То есть, это кто-то легально разрешает драться мужику и женщине. Это же неравенство, которое... Это неравенство, да. То есть, как бы, девушка, мы все знаем, что физиологически в любом случае будет слабее мужчины, да. В разы. В разы. Вообще другое количество. И они говорят, что это нормально, это конкурентно. Ну, это вообще абсурд, я считаю. Ну, блин. Зато у тех, у кого, походу, не было шансов в мужском боксе, они перебулись. И сейчас... Скоро в юбках будут ходить уже все. Это настолько... Я искренне считаю, вот Казбек Джоев, тренер у нас по боксу в Академии, друг мой, он правильно сказал, это трагедия в ринге произошла, но какой-то кошмар, когда пожилой тренер-алжирец, он обнимает того человека, кто победил. И мне хочется верить, что это, может быть, достигло вот дна, от которого это, грубо говоря, 5, как-то может быть. Это ужасно, потому что, ну, вот если бы мне сейчас, да, то есть, когда-то я шел к этой цели, так же занимался любительским боксом. Ты чемпион Европы по боксу. Да, я, то есть, был в составе сборной, выиграл Россию, Европу, и да, у меня была цель, то есть, наверное, если бы я тогда к этой цели шел дальше, то, возможно, сейчас я бы как раз попал бы на эту Олимпиаду, если бы, да, наша команда была. Да, по возрасту идеально бы подошло. Вот, но сейчас я скажу то, что, ну, в таких условиях, в таких реалиях я бы, при всем желании даже, я бы туда не стал ссуваться, то есть, для меня это, ну, как-то низко, наверное, то есть, что сейчас происходит, это ужас. Не то, не то, на что изначально подписывались. Да, конечно, ну, кто, кто готов драться с девчонками, ну, дайте вон тогда пацанам сейчас тоже, что, везде пускай дерутся, ну, что это будет? Это ужас. А, в итоге только одни пацаны, в итоге, раз так, сборная, это раз одни типы, короче, парикам. В итоге все уравняется. Но это удивительно, как минимум, да, то, что происходит. А вот, допустим, ты не размышлял на тем, это же не первая Олимпиада уже, за последние 10 лет, которые, я как понял, что вот там началось это, по-моему, с Рио, уже был нейтральный флаг, по-моему, или нет, в Рио, мне кажется, был еще наш флаг, да, в Токио точно уже был нейтральный статус, кто-то едет, кто-то не едет, а в итоге просто вот так, по быче, короче, так, Слащинин, нет, как будто, вы знаешь, Фейс-контроль мерзкий в клуб, короче, и я вот думал, что бы мы могли сделать, что мы можем условно противопоставить, вот так, по большому счету, и у меня такая мысль посетила, я еще написал блог на эту тему небольшой, что если бы, возможно, сейчас же все онлайн, правильно, у всех аудиторий, у тебя там, по сути, многотысячная аудитория, если бы нас вот, нас, я сразу так, спортсменов, спортсмена, вот элиту российскую, ветеранов, вот знаешь, вот эти Nike рекламы, когда он так смотрит, меня зовут Джон, я с 12 лет там был боксером, что такое, я был бездомный, и ты уже на минуте, второй, ты уже, такое сострадание чисто по-человечески, но мне кажется, с нашей стороны тоже упущение, то, что, короче, как-то вот, знаешь, типа, по православному мы бах, по одной щекенам, по второй, а в итоге толкнули, ногой ударили там, еще в затылок ударили чем-то. Мы все смолчали и приняли. А по сути мы смолчали и приняли, я уверен, что наши там функционеры спортивные что-то делали, но по итогу имеем то, что имеем, и меня сейчас так вот, извини, так поделюсь личной тоже такой боли, скажем так, это потому что Тимур Слащинин, я плохо тебя представил, извини, пожалуйста, чемпион хардкор лучшей кулачной лиги в мире по кулачным боям в тяжелом весе, в самой элитной весовой категории. Королевской. Королевской, да, причем во всех единоборствах, это, когда тяжи выходят в ринг, на татами, на ковер, в октагон, это всегда просто картинка меняется. Думаю, что где не раньше были, почему не раньше не выходили, почему весь вечер не состоит из них. И вчера победил Зелим Цоев, это парень из Осетии, представляет по сути российскую школу дзюдо, но он за Азербайджан выступает. Сейчас хочется сказать, хорошо, что уехал выступать, за них стал олимпийским чемпионом. Ну вот и Налто Соев, который победил Тедди Риннера, трехкратного олимпийского чемпиона на позапрошлом мире, в 23-м году, его не пустили, как и несколько наших крутых дзюдоистов, и борцов-вольников, и, блин, это такая жуткая несправедливость. Кто-то мог стать двухкратным, трехкратным, первый раз выиграть. И я думаю, что это ведь трагедия целого поколения. Конечно, у кого-то была даже мечта, может быть, с детства. Да, он дошел до нее, но ему не дали все. То есть он сделал все, а по факту ему не дают выполнить то, что он может сейчас сделать. Возможно, он и правда бы сейчас стал чемпионом. Да, если он чемпион мира действующий, там все шансы имеет. Да и вообще чемпион России всегда имеет все шансы на мировом, на олимпийском. Конечно, все мы знаем, какая у нас конкуренция от нас исходит. Я думаю, поэтому они так и делают. Тимур, я у тебя как представителя элиты единоборств. Как ты сам говоришь, королевской весовой категории, в которой в принципе все усложняется кратно всегда, потому что там, в принципе, законы природы другие. Поделись, так как ты сам проходил этот путь. У меня есть такое субъективно-объективное мнение, что стать условно чемпионом России по боксу именно, вот есть ряд видов спорта, которые гиперсложно победить. И как часто так? Ну, они не попали, ну жалко, ребята работали, короче. Но работали – это одно, это же цикл, это там много соревнований год за годом. Расскажи про вот боксерскую любительскую карьеру, потому что это, ну короче, мало кто только имеет отношение к цеху рядом, там у него кто-то близкий, там боксирует друг, член семьи, он, наверное, понимает, что такое бокс. То есть, вообще, корректно я выражаюсь, потому что мне кажется, это вот именно неделя соревнований, там неделю держишь вес, неделю дерешься, это не просто один вечер выступления. Это же очень редкий вид спорта, где-то неделю выступаешь целую. Ну да, если брать любителей, то… Может, чуть-чуть ближе к микрофон сделать к себе? Да, если брать любителей, то, конечно, это достаточно сложно, сложно все это выступать по любителям. Почему? Потому что, то есть, ты готовишься, да, там, у кого, то есть, я вес не делал никогда, но, то есть, со мной кто ездил, то есть, там, с области, с ПФО, там, когда я уже был в сборных, приезжают ребята, просто пашут, там, 2-3 дня, чтобы согнать вес, потом они, получается… Держат его. Держат его все, там, сколько, ну, по-моему, 5-6 дней, по-моему, максимум, да, 6-7 дней, да. То есть, там, 3 боя, и потом еще отдых, и 2 боя ты можешь провести, то есть, максимум 5 боев, по-моему, как я помню, раньше было, там, в 2014 году, когда я выступал в 2016-м. И вот, все это время должен держать вес, ты должен гонять его, не нажираться, восстанавливаться, и ты, то есть, дерешься, допустим, ты сегодня подрался, завтра подрался, послезавтра, тебе тяжело, ты устаешь, день ты отдыхаешь, ты все равно вес не можешь делать, потому что тебе потом опять нужно драться, и вот ты уже выходишь, и тебе еще 2 дня подряд драться, чтобы выиграть. Но чаще всего, конечно, такие истории бывают, ну, в весах, там, наверное, 56, там, 60-70, то есть, в более низких, да, вот, но я считаю, что это очень тяжело, конечно, дойти и выиграть Россию, там, допустим, это очень тяжело. То есть, да, я тоже, когда первый раз поехал на свою первую Россию, то есть, я там выиграл область, ПФО, там, округ, то есть, приехал на Россию, мне сказали, да сейчас, там, пару боев, как бы, как обычно. ПФО – это по-моему, федеральный округ. ПФО – Да, 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 там, то есть, там я выиграл, там, три боя, по-моему, у меня было, там все нормально закончилось, то есть, да. Когда я приехал на Россию, мне говорят, ну, сейчас тоже, там, пару боев, не более, то есть, в тяжах обычно никого нет, там, вот, из года в год мало приезжает, то есть, уже нет, ну, как и сейчас, да, это проблема. Я говорю, ну, что, ладно, хорошо, я занимался на тот момент, ну, может, полгода боксом, то есть, и я даже не понимал, что меня ждет, то есть, я еще не проводил, там, много боев, и тут я попадаю на 5 боев, то есть, у меня получается, как раз вот та история, 3 дня, день отдыха и 2 дня еще подряд, да, это было очень тяжело, да, то есть, опять же, там, в первом бою мне сломали нос, там, я попал на какого-то серьезного противника, его там, так скажем, тащили, вот, но не дотащили. – Когда тринь-то в боксе. – Да, и мне сказали после этого, что все, ты, ты мы его снял, типа, после этого ты должен забрать Россию, поехать на Европу, и так и получилось, да, я провел. – Победил потом. – Да, это Россия выиграл, и потом я поехал на свою первую Европу в составе сборную уже, да, и забрал эту Европу, то есть, первую в 14-м году я забрал, потом также, то есть, уже в составе сборной – И по каким возрастам? – Это было 13-14 лет, я в 2000-м год, 13-14 лет, то есть, да, и тогда я поехал на Европе, по-моему, три боя провел, да, 4 боя, 3, 3 боя, да. – А вообще вот этот, по ощущениям, когда человек попадает, вот, словно, сначала бывает сборной края своего, республики, а потом сборная России, вот, у меня всегда было по ощущениям, когда ребят, по-моему, ну, в детстве там, кто-то там занимался борьбой, кто-то боксом, бах, футболом, бах, в сборную России попадает. – Ощущения непередаваемые, скажу, когда мы сидели… – Как будто уже все, он с другой планеты, нифига себе. – Мы как раз сидели, то есть, я подружился на области с парнишкой, там, с соседнего города, с Чапаевска, и мы с ним сидим, там, на ПФО выиграли, о, мы на Россию едем, а он, то есть, шел к этой цели давно, а я, как бы, ну, такой обыватель еще в боксе, я думаю, ну, Россия, ну, круто, да, а потом, когда я выиграл Россию, мы идем домой, он тоже выиграл, у нас кубки, то есть, мы сидим уже с тренерами, там, все, радуемся, да, я такой чемпион России, да, как бы, на тот, сейчас я понимаю, что 13-14 лет, то есть, это, ну, не по мужикам выиграет Россию, это, ну, попроще все-таки. – Ну, это все выиграет Россию, короче, там тоже много ребят, и… – Да, я просто сидел, я просто, ну, я не знаю, я уже, меня разрывало просто от эмоций, я понимал, что все, я вошел в состав сборной России, что я поеду на Европу, то есть, ну, это нереальные эмоции, я пережил, прям, очень круто. – А у тебя получается, грубо говоря, когда ты уже подрос, начинается ковид, начинается бам-бам-бам, уже ближе к взрослому, скажем так, боксу, закрываются, по сути, как я понимаю, вот вашего поколения все границы, по большому счету, кто вот шел, вот, потому что Алан, вы плюс-минус, там, Абай, вы в одно время так плюс-минус боксировали, а это повлияло, что повлияло вообще, вот, в какой момент ты переключился с кулачки, ой, с кулачки, пардон, с бокса, да, на кулачку. – Слушай, все было вообще немножко иначе, да, там, вот, еще два года в составе сборной пробоксировал, второй Европой я стал вторым в шестнадцатом году, и семнадцатый, восемнадцатый год я ушел, то есть, учиться уже в училище Олимпийского резерва, и, то есть, я жил не в Самаре, а там, под Самарой, так скажем, я переехал, стал жить один, и нужно было зарабатывать, я пошел работать, то есть, и я понимал, что с любительского бокса они, ну, ничего не вытаскивают, то есть, все, нужны бабки. – Только тратишь. – Да, и травмы получают, хотя там можно. – Тратишь все, что есть. – Да, и здоровье, и деньги, и все, и силы. Да, и получается, вот, я начинаю работать, тренируюсь у другого тренера, я ушел от своего первого тренера, которому я благодарен, вот, и все как-то, знаешь, подугасло, подутихало, потому что переключился на работу, на учебу, потом обратно я вернулся, то есть, в единоборство, но уже так, обывательски, там, провел еще два или три турнира, там, вторым, третьим стал, да, то есть, вот, последний, это был, по-моему, Питер, по-моему, мастерский турнир какой-то, вот, честно, не помню даже, в честь кого он был, но был турнир вот в Питере, наверное, это был восемнадцатый год, последний турнир, и после этого я ушел, все, чисто в работу, бросил бокс, потому что я травмировал спину, начал лечить ее, все и залечил, и я понял, что, ну, все, что, видимо, карьера закончилась, то есть, не было должной поддержки на тот момент любительского бокса, да, и сейчас посмотреть, ребята проводят, там, бои, выигрывают даже, там, округа, там, не говорю уже, если Россию, там, он машину сейчас дает, в наше время ты выиграл Россию, тебе что дадут? Да, ничего тебе не дадут, ну, да, была стипендия, я помню, там, пятнадцать, но все равно такого стимула сильного не было. Да, а как бы все понимают, что, да, любительский бокс, все туда идут, наверное, за чемпионством, именно там, выступить как раз на Олимпийских играх, прийти к этому. Это большой фундамент вообще для... Да, да, но есть другая сторона этой медали, это то, на что жить, то есть, ты же не можешь просто тренироваться, откуда деньги брать. А тренироваться на такой высотке, по сути. Да, а откуда деньги брать? И вот тут начинается уже вот это, кому родители, кому кто, кто-то нашел кого-то, кто-то помог, все, тогда ты можешь там держаться на плаву и осене, то уже тяжело. И я ушел, и вот как раз переломный момент был, наверное, это 20-й год, когда я там работал, тренировался, так, для себя больше, начал тренировать людей уже по боксу, мне стало это интересно, и просто мне бах, предложение, вот там на хардкоре, там знаешь, вышел, ну то есть, он только зарождался, там вот баржа, там турнир, хочешь подраться, нет, там дают соперника, 230 килограмм, я говорю, а что с ним делать вообще, я уже, говорю, давно не дрался, и в итоге все, я приехал, поменяли соперника, тот не приехал, я выиграл первый бой, и все, пошло-поехало, новая карьера. С хардкорой? Да, не так, и погнали, погнали. А вообще, вот по ощущениям у тебя как было, огромное же отличие бокса от голых кулаков? Слушай, если честно, приятно, очень, и отличие, да, колоссальное, но кулаки мне как-то больше заходят по стилистике, знаешь, по адреналину, то есть, ты выплескиваешь там много эмоций, и ты когда бьешь, ты попадаешь, ты реально чувствуешь, если в перчатке ты бьешь, то есть, ну не всегда, я не знаю, я к боксу еще, наверное, не привык так обратно, то есть, в это не вошел, то есть, после кулаков не переадаптировался еще в бокс, в кулаках ты попадаешь, ты прям чувствуешь, что ну зашло, и ты видишь это по урону на лице, то есть, сечки, синяки, там, переломы, да, сразу, да, при этом тут руки вообще, то есть, нормально, в боксе больше травм в руках, на самом деле, как я вот замечаю, многие бойцы, которые даже переходили с кулачки в бокс, они сразу травмировались, а в кулачке у них ничего не было с руками. И считаю, что кулачка, конечно, дала такой новый, новый взрыв во мне, то есть, мне, там, мне по каеву нравится драться в кулачки. Ну, это, кстати, даже в бою с Гаджи, мне, как показалось, у вас был элемент такой, вот, что видно, что оба человека выступают в кулачке, потому что раз, вот, как, ну, какие-то завязки, как-то чуть-чуть. Цепили, Сибили, одной рукой, да, 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 я помню, да, было такое, да, у меня прям сейчас сразу этот флешбэк такой, да. И это, знаешь, прикол, ни одного, ни второго это не смутило, короче, никогда. Да, ну, а что, пацаны с кулачки пришли помахаться в простых перчатках, да. Тяжей, грубо говоря, в кулачке звезд, у меня даже, вот, на Западе у меня не приходит в голову никто. У них, как такового, я не могу вспомнить, сразу на ум, я знаю, что там Бен Ротфилл принимал участие, какие-то из UFC, вот, в основном у них там ветераны приходят, но у них, вот, если возвращать, там, хочется сравнить, потому что это Бернакл популярный, но вот у меня без, там, без, потому что где у меня прописка, потому что хардкор, наша лига, мы, короче, круче, но не, объективно, короче, это прикольный движуха, у них, как будто это так не развилось, а у них вот ветераны ММА в основном, что-то, а тут у нас полноценный спорт, который уже санкционирован, и есть, там, рейтинг бойцов и так далее, и так далее, и вообще очень интересно это все разворачивается. Про футбол. Ты фанатской движухи был, правильно? Ну, был, да. Вот про это лучше поговорим. Потому что я сам заболел за футбол, кстати, Тимур, а есть какая-то, об этом, интересно, можно говорить, об этом факте твоей биографии, а это связано с кулачными боями, подготовки к кулачным боям в карьере? Нет, как-то, я так аккуратно по-спортивному спрошу. А ваша карьера в болении за футбол, это самарские крылья советов были? Ну, я на самом деле, я ворвался в движуху вообще иначе немножко, да, то есть я просто тренировался в ЦСКА в Самаре, вот как раз когда я пришел к новому тренеру, и там ребята такие все заряженные, тренировались здоровые, было интересно в татухах. А я что, мне 14-15 лет, а, 16-17 лет тогда, 17, да. И я такой, прикольный, что-то там посмеялись, пообщались, познакомились, и тут что-то пошло-поехало, пам-пам-пам-пам, заобщались. Ну, сказать, за кого болею, честно. А, то есть к футболу ты особо никогда не был. Да, то есть это было просто интересно, и больше, знаешь, за душевных ребят, то есть сейчас у нас большое братство, друзей. То есть люди могли выйти и зарубиться толпа на толпу? Да, типа, а так просто хорошие ребята, которых сейчас, вот честно, я... Мужское, в общем-то. Да, вот это просто, знаешь, за такое хорошее дружеское общение сейчас, то есть это... Которое выросло уже просто в мужское братство обычно. Взрослые люди, которых семьи... И на тот момент, как бы, я больше по спорту шёл, а мне было моментами опасно, там, тут, там, я боялся, то, что сейчас я тут травмируюсь, и потом, что я буду делать? А мне-то там ехать на ту же Россию, там, на турниры какие-то. Вот, и то есть это так вот, знаешь, вокруг меня прошло, но было весело, скажу так. Ну, фанатские скауты тебя скаутили в эту тему, да? Как мощный, как пулемётчик настоящий. Или вот с щитом и с пулемётом вот так выходит. Мне почему интересно, потому что как раз в мои школьные годы это Алания, Спартак, Владикавказ, и в 90-е годы только Спартак, Москва выигрывает всё. Народный клуб, туда-сюда, и вот тут бабах Алания под руководством Газаева Валерия Георгиевича выигрывает чемпионат России. Ну, это неслыханно. Город 300 тысяч человек, представь, и бу-бум, и у нас происходит просто футбольный такой бум, невероятное что-то. Вот люди, я откуда знаю, что в Самаре крылья советов, но тут я знаю, я как бы никогда не был болельщиком в футбол, но так как в городе есть клуб, который чемпион России, это, короче, ну, короче, какой футбол, короче-короче-короче. Короче-короче-короче-короче, это был подкаст. Социальный эффект футбола невероятный. И тогда, и по сей день, наверное, сейчас ещё больше там с влиянием через социальные сети и так далее, но даже я сам пошёл на футбол, когда мне было 8 лет на фоне вот этого всего. Как раз в 95-й год, я там 95-й год, иду на футбол в 96-м, там 3 месяца походил, понял, что, короче, не моя эта история, и для вратаря я маленький, а мне нравилось вратаря. И, кстати, тоже ходил на футбол в детстве, тоже на воротах стоял. Ну, у тебя же был маленький, я был маленький, я вырос потом, чуть попозже. Вытянулся, да? И меня поставили, говорит, вот, постоя, постоял, мне не понравился, я ушёл в регби, ещё чуть-чуть поиграл, регби понравилось. Регби крутая. Вообще классно, у меня даже должен был в Сочи ехать там на Россию, как раз тоже с нашей командой самарской, но что-то не сложилось, не поехали. У нас ребята в Аллите-Кавказе пытались сделать лет 10, например, время быстро летит, 10-15 лет назад это были бывшие дзюдоисты, борцы, короче, все вот единоборцы собрались, и у них как-то команда называлась Сарматы, по-моему, что такое, но у них получалось, потому что вот физуха у всех, и вот, опять же, есть такое ощущение, плеча братская, потому что с единоборства приходят, кто был много лет в единоборствах, он, как правило, очищается кровью и потом, и, грубо говоря, вот лишние у него мысли, как говорится, уходят из головы, как мне кажется, да, потому что это, ну... Да и в принципе, почему единоборства всем полезны, даже во время банальной тренировки в паре ты стоишь, ты же не можешь думать ни о чём другом, там, ипотека, жена, чёрт подери. Ну да, на самом деле, разгружаешься, отдыхаешь одновременно, то есть это такое... круто это. А ты вот, допустим, ты семейный человек. Да. А у тебя как? Ну, семья, в принципе, занимает воспитание детей, в принципе, семейный быт, он занимает много времени. А расскажи про Самару побольше, потому что я врать не буду, я про Самару. Слушай, ну, в Самаре, что сказать, очень красиво. Всех туда всегда зову, вот не так давно в сентябре у меня была свадьба, и Тима приезжал ко мне, Тима, это помощник моего менеджера Виталия, да, мой близкий друг, вот, он приезжал ко мне в Самару, был первый раз, и ему очень понравилось. То есть, ну, сказать, что у нас классно, ничего не сказать. У нас прекрасная набережная, у нас лето, тепло, раки. Кто любит пиво, пожалуйста, пивзавод, но никому не советую, конечно. Вот, а мы только за спорт. Вот, Волга, то есть, вообще, очень много красивых мест. То есть, оказывается, у вас купаются, я даже не знаю, что не сказал, я был делал. У нас купаются, и круглый год купается, и маржи зимой купается, вообще все классно у нас, то есть, если есть желание летом отдохнуть, не надо в Сочи, надо в Самару, просто подгадать с теплой погодой и не меньше понравится, сто процентов. Я врать не буду, вот я когда вот смотрю, думаю, блин татуировки, тяж, чемпион хардкора, по-любому, думаю, где в Москве живет. Вот, у меня первая мысль, потому что, извини, ну, часто, не знаю, может, это такое предубеждение российское, что вот центральный такой в Ютубе ты фигура, вот в этом всей движухе. Я, наверное, в Москве тренируется в какой-нибудь команде так. Почему-то я был, и потом, ну, он из Самары переехал в Москву. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, да, да. Ну, тогда нет, я вот приехал сейчас в конференцию, то есть я думаю, мне даже приятно стало, потому что я сам из Владикавказа, да, я полжизни живу в Москве, такой человек, я из Владикавказа, там, это моя родина, и бизнес там у меня, и много что-то у меня, и я очень люблю, в общем. У нас необъятная страна, она, везде есть плюсы. Ты знаешь, сначала начался ковид, и тут вот такой на внутренний туризм начался, вот этот акцент, и оказалось, что внутри страны, короче, очень много места для всех. Ну, по большому счету, так и получается. Я никогда не думал, что Кавказ станет там туристическим, клянусь тебе, я думал, вот там, в моем, в моей юности в институте, там, в 2003 год поступил в Москву, так у вас война в Осетии, я говорю, да вроде не было, может, я уехал в Челасси, я что-то пропустил, но и приятно, да, когда люди говорят, блин, я там в Дагестан еду, я туда еду, короче, это прикольная тема. А на Самару это повлияло, если там так хорошо, больше стало, или у вас всегда люди приезжают? У нас всегда много людей, на самом деле, в целом, то есть, если ты в будний день, там, в плюс 35 градусов придешь на набережную днем, то есть, когда, по сути, все работают, там будет битком, то есть, тебе будет тяжело там разместиться комфортно, то есть, ну, всегда куча людей. Я, ну, лето, вечер, все, ты, то есть, куда не выйди, то есть, на все центральные улицы везде куча людей. То есть, ну, я думаю, в том числе и приезжают много. Потому что, ну, действительно красивых мест много. Настоящая русская природа, короче. Да, да, в том числе недалеко там у нас, то есть, Тольятти, где делают наш прекрасный автопром, и там горы, и, то есть, достаточно много мест именно с красивыми, таких красивых локаций, где ты будешь, там, у подножия горы жить, допустим, да, ты можешь там пойти в гору, ты можешь искупаться, можешь в источник сходить туда, то есть, ну, чем не Кавказ, вот, да? Да, 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 мы вот тоже с женой хотели съездить этим летом, но не доехали, хотели в горы, как раз к вам туда, но попали. Да, но попали только в другое место. Мы вас ждем. Съездили с радостью. Собирай жену и приезжай. Слушай, а вот ты сейчас говоришь, ты сейчас сказал, Тольятти, а уже пик популярности слова, пацана, прошел, ну, у вас суровый регион, насколько я знаю, вот вообще вся эта история вокруг ваза и так далее. Ну, я слышал, ну, в Тольятти, да, я слышал, что есть там свои моменты, там, еще где-то моментами 90-е проскальзывает до сих пор, наверное, а в Самаре, да, ну, я как... А в Самаре так это... Я не знаю, я не замечаю, нет, ну, опять же, я же не с 90-х, я не знаю. Я не успел застать этого, да и в Самаре, я живу, по сути, в Самаре, там, с какого-то 17-го года. Ага, просто ты с области. Да, да, да. Прикольно. А такой вопрос тебе. Ауч, я уверен, что ты в своем регионе очень популярный, потому что, ну... Ну, узнают достаточно много людей. А ты всегда в Москве выступаешь, а вот такой идея, там, может быть, на стадионе ты уже выступал, и ты любишь стадионы, турниры, а вот под тебя, мы же на мейн-ивенте, под тебя не думали сделать там турнир? В Самаре? В Тимур Слащинин, да, мне кажется, у тебя Самара придет по идее. Ну, слушай, видишь, в хардкоре таких мыслей, по крайней мере, не было. Я слышал, что сейчас хотят сделать стадион сначала в Москве, хотели опять, потом в Сочи, потом уже я слышал еще там другой какой-то город, да, Самара, по крайней мере, не проскальзывал, хотя когда-то Анатолий говорил, что будет как тур по России, и там будет проводить, искать новых проспектов, но пока что этого не было. Было бы неплохо, у нас есть много площадок, которые причем почти всегда забиваются полностью, и там по-любому бы собрало полностью дело. Мне кажется, почему-то в Самаре развитый волейбол и баскетбол, все это, мне кажется, почему-то самарский, как будто Самара, Самара у меня всегда звучит. И футбол, и футбол всегда был, да. Волейбол, не знаю, возможно. То есть это спортивный регион. Да, у нас достаточно много спортивных и мест, где тренируются профессионалы, и я знаю то, что фехтовальщиков у нас очень много, то есть так как я учился сам в училище имбискового резерва, у нас там было очень много чемпионов России, Европы и мира даже. Да, то есть очень много ребят, достаточно, то есть со мной даже в группе был парнишка, вот я его не так давно встретил на турнире, там как приглашенный гость был, и вот он тоже, по-моему, мир не так давно выиграл по фехтованию. Да, то есть достаточно много ребят. Спортивная Самара. Да, круто. Кстати, а насчет идей мы Анатолия Сулианова подкидываем вот так вот трех очков. Самара можно, да, приехать. Ну, потому что это первое, что приходит в голову, когда есть местный чемпион, тяж, тем более. Ну, как мне кажется, я не промоутер сам, я занимаюсь там организационной менеджерской деятельностью, скажем так, на свой клуб, но это очень логично, мне кажется. Ну, вообще, да, я тоже так считаю. Потому что же на местную звезду, мало того, что придут люди, на него еще равняется молодежь, она хочет на него быть похожа, а когда он с одного города, и я с Тимура с одного города, еще я его видел, короче, два раза. Это кратно увеличивает желание попасть на этот турнир. Ну, да, и причем для меня, как для молодого человека, по-любому, это даже мои мечты, они более реальные. Когда я вижу реального человека, вот идет тяжеловес, офигеть, я с ним сфоткался, и вот у меня еще мотивация такая. Я думаю, в Осетии, допустим, это повлияло на развитие борьбы той же. Она бесплатная, она много где есть, и, допустим, вот там Артур Таймазов, трехрад олимпийский чемпион, выиграл Олимпиаду, он через месяц в зале, где рядом просто какие-то пацаны тренировались, и он такой, блин, ты видел, Артур, видел этого. И вот мне кажется, то, что ты его видишь и понимаешь, что ты просто реальный человек, и я тоже человек, но он реальный, пашет много, там, сильный, плюс вот это вот, ну, хотя бы ты не только из телевизора. Ну, да, 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 да. Это большая мотивация. Конечно, сто процентов. У меня так же было, когда я первый раз увидел условного, да, сейчас там я прохожу подготовку у Александра Субботова, его подопечный это Алексей Папин. Когда я первый раз его просто увидел, а тут я сейчас с ним тренируюсь, меня это мотивирует очень сильно. То есть я понимаю, какого уровня он достиг в боксе, и я тянусь к этому, и я вижу, я что-то, ну, то есть я засматриваюсь. Ну, вот на этом это все и держится, по сути. Когда у тебя есть на кого равняться, есть за кем там следить, так скажем, это круто, и ты мотивируешься этим, заряжаешься сто процентов. Вот вспоминал я Аланию, когда они победили, такое поколение выросло ребят, футболистов, короче, так много, Осетия, там, 650-700 тысяч человек всего, что очень маленький регион, там, Владикавказ, там, 300 тысяч человек населения. То есть один из самых маленьких регионов России, и на фоне вот такого успеха, ну, вот, мы говорили про бокс, также там, чемпионат России по футболу, жутко сложная вещь, и тут провинциальная команда выигрывает, и целое поколение в Осетии, ребят вырастает, которые играют везде, в топовых клубах, и мне было так приятно, когда, сколько-то лет назад, я там часто это вспоминаю, чемпионат.ру или чемпионат.ком, сайт наш, они делают символические сборные по федеральным округам, по Волске, СКФО, все-все-все, и они пишут, в Северной Осетии, типа, это СКФО, но так много талантливых ребят высшей лиги, что мы сделали символическую сборную не федерального округа, а рядом просто Северная Осетия. И чем отличается, часто я вспоминаю здесь на подкасте, потому что это же западная тоже большая культура, бокс, бои и так далее, это все. И их опыт тоже, грубо говоря, любопытно изучать, и я заметил, у них когда чемпион бывает, неважно какой у вас спорт, какой организации, его сразу приглашают в школы поговорить, в тюрьму к малолеткам, куда-то, куда-то, и опять же, они смотрят там на тюрьме ребята, думаю, что я воровал. Или там мог, короче, не заниматься дуростью, а мог, может, вот как он, он же тоже, посмотри, он пацан, он был там, 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 даже с фанатами был, блин, да у меня может это не получится. На этом, походу, все и строится. Ну да, наверное, так и есть. Я, знаешь, почему сейчас спросил, не было ли мысли у хардкора, часто онлайн, ты видишь, говоришь, нет, значит, так сильно хардкор тебя не оберегает. Часто говорят, а вот, грубо говоря, Тимура, там лига в интернете мог вот так, вброс такой быть, что бой, часто было, что там с хадисом, бой, а почему там Тимура оберегают, ты можешь вот развеять вообще вот эту штуку? Хочется поближе сейчас к движухе, вот, которая на кулаках и в боксе, конкретно у нас в стране сейчас. Я так, человек, который понимает, как это работает, я понимаю, что никто не оберегает ни от кого, тем более, когда чемпион. Да-да, от кого оберегать? Приходите, что стал. А поделись вообще положением дел, завесу так тайну приоткрой, как это вообще происходит, грубо говоря, для обывателя, для зрителя, чтобы он понимал вообще, что тут, грубо говоря, как этот бизнес вообще происходит. Вот ты сейчас чемпион, и так как, в принципе, тяжелый вес, он, но это не 70 килограмм, где, только в топологи российских легковесов в ММА больше, почти полторы тысячи их, ну, короче. А вот расскажи, допустим, у тебя, как это планируется, как ты с командой своей решаете, ты соперников, это как это после любопытно у вас происходит? Все очень тяжело, я скажу так, то есть, да. Последний свой бой по кулачке я провел в том году, в июле, если мне память не изменяет, я сочил пояс, и после, то есть у нас было такое желание, да, подраться по боксу еще провести пару боев. Там сначала не срослось, а потом вот мне дали бой, и то есть, когда мы разговаривали про то, с кем следующий бой по кулакам, что-то еще, да-да-да, да, нам матчмейкеры говорят с хардкора, то, что мы ищем, и они могут искать месяц-два, то есть, я думаю, что не могут договориться с соперниками по суммам, по раундам, то есть, я-я-то жду, только мне дайте, скажите фамилию, скажите, с кем. А с тобой чемпионский бой будет больше раундов. Если, да-да, соответственно, то есть, там, 3 по 2 по 5, 5 по 2 получается, вот, и, то есть, не могут договориться, наверное, по каким-то условиям, плюс нету соперников, то есть, за год, как я знаю, никого не подписали интересных, так скажем, личностей в хардкор, и плюс, ну, они же не могут сразу на чемпиона дать просто любого первого встречи. Ну, да, это как-то. Тоже как-то должно как-то все это пройти, там, проведи тут, там, и, то есть, а боев нету ни у кого, вот, если посмотреть последние бои, ну, тяжей мало, правда мало, как и во всех видах спорта, то есть, и поэтому я сам всегда жду, вот сейчас у меня тоже, там, буквально недавно, то есть, обсуждался бой, и бой обсуждался уже три месяца по боксу, то есть, и подбирались соперники, я знаю, то есть, мой менеджер Виталий, он пытался всячески там поспособствовать, найти там, сям, то есть, уже предлагались различные варианты, ну, там, очень много человек, то есть, соскочило по каким-то причинам. Но в действительности не только в кулачке это проблема, она и в боксе тоже в тяжелом. Да, и в боксе, и в кулачке, я думаю, в каждом виде спорта, где, в единоборствах, мне кажется, везде, тяжело, реально тяжело, мне кажется, нюансов много, то есть, от того, что их просто мало, у нас реально мало, ты приходишь в зал, кого-то видишь, ну, средний вес, тяжей. Ну, один бывает, у тебя в зале все. Ну, да, один, да, да, в каждом, да, а чтоб он еще был, который выступает, это редкость. Да, я буду, это большая редкость, даже какая-то статистика, что если бы там два сколько-то в Америке, то вероятность, что в NBA очень высокая, потому что этих людей, в принципе, очень мало. И есть там кто-то свыше двух, их огромный процент, грубо говоря, в NBA уже, потому что их такое маленькое количество. А у тебя вообще желание есть с кем-то конкретно подраться? Вот у тебя было бы с кем-то проверить свои силы, там, допустим, по кулачке в России, с кем бы ты сам хотел подраться? В России подраться, именно с Россией. Ну, слушай, сейчас у меня прогружается бой в планах на стадион, на следующее по кулакам, но это не российский боец, это Родригес, Фернандо Родригес. На бразилеце. Да, вот он не так давно дрался с Гаджи по кулакам Версиси. Лысый здоровый. Да, 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 и вот сейчас у нас с ним был не так давно прогруз, он еще, наверное, не вышел, в ближайшее время он выйдет. То есть вот с ним будет бой, ну, должен быть, обсуждается, то есть вроде бы все точки соприкосновения найдены, осталось дождаться даты и подписание контракта. Ну, тебе больше, тебе хочется больше по кулакам выступать, ты как-то себя там нашел и обрел, грубо говоря, вот это понимание. Мне нравится, то есть по кулакам, прямо с радостью. Опять же, там, кто-то говорил мне, там, пояс у тебя, ты его оберегаешь, да ты, да нет, не с кем драться. Че мне? Это очевидно, это объективная проблема. По второму кругу, что ли, драться с каждым, мне там, говорит, вот, сделай трилогию, сделай пятилогию, ну, че я буду, каждый день буду драться с этим же, вот мне, вот, я, вот, если увидел бой, там, я не знаю, там, Петя с Васей, вот, а потом, если опять они подерутся, это уже неинтересно. Но если только там какая-то, там, я не знаю, какой-то спорный совсем момент или, наоборот, накал страстей, но, опять же, это должно вызвать эмоции. Ну, когда есть вопрос, драматургию скажут так. Да, 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 а так, ну, для чего это просто? Можно, конечно, драться друг с другом каждый месяц, да, тогда не нужно искать новых тяжей, ну, а для чего мы тут собрались? Тем более, зачем драться со своими соотечественными? Вот, да, садя, ты говорил об этом. Да, я хочу, вот, привозите американцев, их же куча, вы все говорите про гибернакл, то, что там, вон, эти, да, они ветераны, но они опытные, они мощные, они жесткие, там, они, вот. Не, с ним интересно порубиться сто процентов. Да, я бы, я говорю, привозить. Это не прогулка, грубо говоря, легкая. Да, сто процентов, а это и мотивирует, то есть, да, то есть, ну, какой-то там, там, боец UFC, там, когда-то он был, почему бы с ним не подраться, это вообще круто, типа, это же и вырастет само положение хардкора, ничего себе, бойцы UFC приезжают, дерутся, и наши пацаны их бьют, а они по-любому их будут бить. Ну, а тебя вообще есть интерес, тебе саму любопытно себя попробовать, там, не только за океаном, не знаю, в другой стране где-то, где-то, я не знаю, вот, допустим, в UFC, насколько я знаю, нету, по-моему, кулаков, они дерутся в этих, в МММ-перчатках. В МММ-перчатках, да, но там, по-моему, а там разве есть только бокс, ударка в МММ-перчатках? Мне кажется, там локти... У них есть локти, да, вот такое он, короче, полный локти, ноги, колени, да, да, только в шинках, да. Слушай, естественно, даже там бы я, наверное, выступил, хотя я базовый, то есть, боксер, но я ходил на рукопашку, я думаю, я бы с радостью поднатаскался, потому как, ну, все мы понимаем, кулачка, это круто, это круто сейчас, никто не знает, что будет через 5 лет, но я надеюсь, что эта индустрия будет развиваться, только идти в гору, я бы этого хотел, потому что мне это нравится, вот, но в других видах спорта я бы себя тоже попробовал, пока что я молодой, я считаю, то есть, еще даже рассвета не наступая для супертяжелого веса, то есть... Двухтысячного года. Да, мне 24 года. Ну, да, для тяжеловеса, честно говоря, это вот, ну, Уайлдер пошел на бокс в 19. У нас в зале есть тяжеловес, один парень, боксер Валера Татаев, он был, кстати, вот в таком же возрасте, как ты, он стал чемпионом России, вторым стал на Европе в 15 лет, он сейчас вот 2-0 у него, начиная профессиональную карьеру боксерскую, и он тренируется в Лос-Анджелесе у Джастена Форчена, это кто, Пакья увел в функциональной подготовке больше 20 лет, а сам он тяж бывший, дрался с Льюисом, в 95-м году проиграл Льюису, и он говорит про тяжеловеса, что вообще все говорят про тяжеловеса, что он раскрывается только там к 30, а 20 с копейками, он говорит, he's just a baby. Ты ребенок? Да, это просто еще ребенок, да, вот нас, кстати, в зале победил, вот сейчас Россия была до 18 лет в Валде-Кавказе в мае, и нас победил тетяш, коллега твой, батик Мельзахов, привет, и мы Казбеку Джуэеву, да, тяже, в общем, 2 метра, красавец в сборной, сейчас будет в Чите турнир в августе, в конце, и вот победитель, у них там спорный, не спорный бой, очень близкий бой был с парнем, я забыл откуда он, и у них вот будет бой сейчас на междунатурнире в Чите, и победитель на мир может, вот, так что у нас две бронзы было в зале, золото. Ну, круто, слушай, круто, сильно, сильно. Ну, и хочется, чтобы как-то, ну, блин, очень международного опыта, объективного тупо не хватает, короче, мы куда-то начали упираться внутри страны, идет соревнование, бам-бам-бам, бои-бои-бои, а дальше некуда. Ну, и типа, да, давай еще раз тему. Да, и вот это все по-новому, да, это все по-новому, и у всех даже, да, опять же, Олимпийские игры сейчас, ну, что, так же, не туда ты не можешь, а дальше куда, дальше уже некуда. А насчет Олимпийских игр, прикол очень, знаешь, чем следующие игры в Лос-Анджелесе, то есть, если нас, грубо говоря, не пускают, в принципе, ни на какие игры, а это самые, грубо говоря, вот, если оттуда ноги растут от всего. Я, короче, не славлюсь прогнозами, но мне кажется, они что-нибудь сделают, чтобы опять не ехали. Сто процентов. Потому что, блин, если, ну, если туда нас пустят, это как бы от противного, может, а, туда наоборот, Россия приезжает. В 84-м году мы тоже бойкотировали эти игры. Ведь вот похожая ситуация была, игры 80-го года, и в 84-м наши не едут. А я лично знаю действующего чемпиона мира тогда, двухкратного уже по борьбе. То есть, он в 83-м выиграл, и вот он, Олимпиада, вот он выиграл. И там целая плеяда была, я по борцам знаю, которые могли бы кто-то стать благодаря этому трехкратным, потому что потом выиграл две Олимпиады, кто-то там. Короче, блин. И возвращаясь к Олимпиаде, да, я думаю, нас ждет сюрприз через четыре года. Ребята, не расслабляйте булки. Так что это шоу на реке Носения, но это только начало, как говорится. Они нам показали, возможно, только вершину айсберга. Вот такие дела. А может быть, какой-то аннонсмент у тебя есть, который ты бы хотел сделать, раз уж мы сегодня здесь собрались. Ты вне спорта, допустим, онлайн чем занимаешься, может, какие-то у тебя есть, помимо запрещенных в России, как говорится, этих организаций социальных, ты онлайн много времени проводишь? Что любишь вообще смотреть YouTube там? Ну, YouTube смотрю, конечно, очень часто. И бывает даже в игры поиграть можно после тренировки расслабиться, а потом уйти поспать. А вы что играешь? Ну, в разные. В Control, в Dota бывают ребята. Я потому что, представь, играл последний раз в 10-м классе, а это в 2002 году было. Выросли люди, которые перестали играть. Ну да, а играть резки, что делать? Да, я играл в Counter-Strike, мне очень нравилось. Мне нравились стратегии, казаки, мазаки. Но в детстве я тоже увлекался, но не сильно заходил, а я больше шутеры любил, так это попал. Была игра Commandos, и военная игра, там несколько героев у тебя, окей, сэр, будет сделано, сэр, говорили. И, короче, я настолько наловчился в нее играть, что я мог ее пройти полностью одним персонажем, без единого выстрела, и этот Commandos я, короче, подвигал и резал все. Короче, когда ты очень уже хорошо научился, вот я без кодов. Даже скучно становится потом. Да, а так, в целом, ну, киберспорт, по-моему, на Олимпиаду добавили, правильно? Да. У нас это только немного олимпийский будет выпуск. А вообще по поводу киберспорта, какие у тебя, кого ты к этому отношения, как ты? Слушай, да полностью положительно, я скажу так. То есть, когда-то, да, мне это очень сильно нравилось, там, это, наверное, в промежутке, как раз, когда я завязывал с любительской карьерой и до того, как я начал профессиональную. Я играл, как бы, да, работал, играл, то есть, ну, занимался тем, то, что было по кайфу, то есть, нравится, я пришел там, для меня, так и знаешь, одушина, какое-то расслабление, то есть, я пришел, там, это, не пошел на улицу, там, просто посидел в кафешке с пацанами, там, пообщался, а вот тут ты зашел, пообщался, поиграл, пострелял, все, все дела сделал, пошел уже, увиделся так. Вот, и у нас ребята были, кто выступали, там, вот эти на LAN-турнирах, там, они ходили, то есть, какие-то А, это свою комьюнити, все же говорят, еще команды Да, 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 и, то есть, они играли, вот сейчас даже у меня есть ребята, кто, то есть, там, среди условно, там, организации, они, там, между собой играют, там, какие-то призовые у них даже есть, то есть, я в целом считаю, что, а почему нет, это же, ну, олимпийский вид спорта, конечно, это странно, странно, то есть, я все-таки считаю, что это немножко, ну, не то, не та индустрия, это как и шахматы, ну, как бы, это классно, круто, но это, тут, типа, не физически Не физически, да, ну, как бы, это как-то должно делиться, да, я думаю, что как-то должно делиться, вот, какая-нибудь киберолимпиада, вот, назвали бы, там, свое, то есть, А, и там разные игры, да, и пускай делают, мне кажется, вот это нормально Ты слушаетесь, Тимур, и как бы, а в целом, почему нет, ребята так же трудятся, они тоже, там, как я понимаю, наверное, тренируются, что-то оттачивают, реакцию, скорость Теряют много времени на это, да, своей жизни Да, 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 и то есть, и так же они, вон, там, взять, я помню, что-то турнир какой-то, интернешнл, что-ли, в доте там был, там, какие-то призовые, сумасшедшие, там, 17 миллионов долларов, что-то же огромные Да, там, огромные призовые То есть, мотивация, в принципе, и заниматься Мотивация есть, а почему нет, да, ну, конечно, спорт лучше, но... А в поддержку, кстати, сейчас вот в разговоре я вспомнил в поддержку киберспортсменов, я однажды был в Польше, по-моему-то, не помню, вопрос, и пересекся с русским парнем, он вот переехал недавно в Польшу, и что-то разговорились там, там сам откуда, пили пиво, болтали, и он говорит, а я был этот кибер, в общем, спортсмен, ну, как-то так не сказал, он мне объяснил, что он играл, вот, и ему на тот момент было 26, и я говорю, а ты, ну, я уже не играю Я говорю, почему он так, ну, блин, пальчики уже не те Я тогда так удивился, и потом задумался, офигеть, пальчики так это же вот, и вот, походу, он постоянно там до ревматизма это вот доводит их, то есть, походу, там тоже профессионально у них есть Ну, наверное, сто процентов какие-то, да Потому что, походу, есть чем быстрый палец, наверное, это тоже на что-то Ну, конечно, влияет реакция, да, да и глаза, я думаю, портятся очень сильно все-таки импроводит он, бешеное количество часов за компьютером Бедные женщины, когда у него испортились глаза, и руки после плясок Так что, вот такие пироги Тимур, слушай, спасибо тебе большое, что нашел время, зашел к нам на подкаст Тебе спасибо, вот У тебя крутая-крутая студия, мне все нравится Буду рад видеть еще, это, знаешь, когда говорят Камил в два раза у меня был на подкасте Приглашал его дважды Ну, я бы его и сто раз позвал А люди так, а что, он второй раз будет? Я говорю, блин, все-все-все, нет, два раза Ну, в этом уже прикол, грубо говоря Приходить, общаться Ты со временем раскрываешься Да, Тимур, в этой студии Тебя рад видеть В следующий раз приносить с собой пояс Он красиво здесь будет, мне кажется С радостью Вот так поставил Да, так что, это был Тимур Слащинин Чемпион в тяжелом весе Хардкор Файтинг чемпионшип Подписывайтесь на Тимура Ай-Вайт-14 А, кстати, почему Ай-Вайт-14 Можешь рассказать историю? Что это значит? Да, ничего не значит Честно говоря, истории никакой не было Просто, когда, я даже, по-моему, когда я создавал, да Какой нельзя грамм Когда-то У меня сразу почему-то у меня так Оп, там первое предложенное что-то было Откуда, ну, все, нравится, забираем Я даже не помню, честно, это было так давно Да Ай-Вайт-14, подписывайтесь Приветы в Самаре, Самарской области Мейн-эвент-подкаст Подписывайтесь, ставьте лайки Где-то у меня часы ракета красивые Кому еще приветствую, да Хардкору, принципу Агентства спортивного менеджмента Виталику и всем ребятам Спасибо It's a motherfucking rap, baby